То мороз, то отлига. Зменилася на дворье и резко пагоршилась обстановка на водоемах Гомельской области. Об этом сегодня поведомили на брифингу у Аблвы-Конками. Специалисты закликают быть еще больше стерожными, как подчас зимовой рыбалки, так и при любом выходе на покрытое льдом водоемы. Марина Джалая с подрабязностями. Больше высокая температура по ветру, отталые воды, туман, опадки и лед становится меньше трывалым, дарыши на больше стерек в области ледовое покрытие вогули не сформировалося. Выход на таки лед небеспечный для життя. Крыху больше трывалы на закрытых водоемах, озерах и затоках. Тут ягота ушня находится у межах от нуля до 30 сантиметров. Але за опадков и гэтый лед становится небеспечным, рыхлым и пористым. И он может не вытрымать ваги человека. В таких погодных условиях, конечно, лучше воздержаться от выхода на лед, ну, прежде всего, любителям рыбной ловли. Потому что они выходят на лед при любой погоде зачастую, не обеспечивая свою личную безопасность. С началом ледостава в республике утонуло при передвижении и рыбной ловле 8 человек. Из них один несовершеннолетний – это случай, который произошел в прошлом году, 30 ноября, в городе Добрыши, вот когда утонул несовершеннолетний при передвижении и играх на льду. В этом году в республике утонул один человек – рыбак. Вот такие брошюры захопила с собой на встречу с журналистами официальный представник управления Министерства по надзвичайных ситуациях по Гомельской области Мария Клязович. Эти листы призначены для детей. Многие из них – об небеспеции зимовых забав. Малявниче доступно выразно, у них тлумашатся основные правила, поводено в экстренных ситуациях – попереджение об небеспеции выхода на лед. Профилактичную работу с неполнолетними проводят круглый год многие службы. А линия лишним будет и батькам, як могат шастей нагадывать правила беспешных життя своим детям. Чтобы обезопасить своих детей в зимнее время, родителям, безусловно, нужно позаботиться о том, чтобы досуг ребенка был организован верно. И вместе с ребенком, осмотрев радиус так называемой безопасности, пройтись и изучить возможные опасные места, которые ребенка окружают, ну, допустим, по пути со школы домой. И пройдя эти места вместе с ребенком, объяснить, чем они опасны и как себя вести при попадании в ту или иную ситуацию. Если мы говорим про зимние водоемы, то обязательно ребенку нужно объяснить, что на водоемах ребенку не место играть. И тем более, когда идут туда сверстники, обязательно нужно остановить их и рассказать, чем это чревато. И Яше один актуальный для детей и дорослых Ханапамин. Знову же за смены на дворы асфальты пешеходные дорожки стали вельми слизкими. Травму отрымать на такой дорозе вельми просто. Лепш наимгнение спазниться, выконаить свои справы, чем поспеть у травматологию. Марина Джалая, Валерия Гапанько, Телерадо, компания Гомель.